Нововведение, которое заработает в начале мая, заключается в том, что при возмещении ущерба от ДТП приоритеты дадут ремонту автомобиля, а не выплате денежной компенсации, как сейчас. По задумке инициаторов, это новшество порядочит взаимоотношения между страховщиком и автовладельцем. То есть вот эта злосчастная проблема, которая существовала между автовладельцами и страховщиками, а сколько стоит восстановить на ремонт? Автовладельц всегда считал, что страховая компания недоплачивает, страховщик всегда считал, что он переплачивает. Инициатор изменений – Российский союз автостраховщиков. Таким способом он намерен вытеснить с рынка автоюристов, которые якобы злоупотребляют правом и взыскивают большие суммы со страховых компаний. С одной стороны, существует мнение, что это мошенничество, поскольку ведет к росту убыточности страховщиков. С другой стороны, автоюристы действуют де юры, то есть в рамках закона. Как в том же похоронном бизнесе. Как только ты попал в ДТП, возле тебя уже есть человек, который говорит, вот тебе, дядя, 50 тысяч, пиши мне договор уступки права требования и приезжай себе с миром. Этот человек, который вам это предлагает, заплатив вам 50 тысяч, получив уступку права требования, со страховой компанией получит 1150. Ну, так, чтобы все понимали. И вот от этих граждан хотят себя оградить страховые компании. Но для этого есть один простой способ – платить как положено. Новый документ касается только физических лиц, которые вновь заключат договоры. При получении полиса ОСАГО автовладелец сам выберет СТО из предложенного списка страховой компании. Однако, по согласованию сторон, собственник может выбрать иную мастерскую. Основные требования к ремонту – автосерис должен находиться в пределах 50 километров от места ДТП или места жительства автовладельца. А также срок ремонта не должен превышать 30 дней. И самое главное – мастера должны использовать только новые запчасти. То есть, здесь вот в этом опасение, что автомобилисты могут попасть в ситуацию, когда будут заложниками тех или иных событий, которые не связаны с ними. То есть, поставка запчастей затянется, какие-то трудности будут у СТО. Скептический взгляд автовладельцев на новую систему понятен. Ведь достаточно спорный вопрос – какую деталь установили – новую или БУ? Когда страховая компания производит ремонт, меняет какую-то деталь. То есть, она гарантирует, что дает гарантию на этот ремонт на 6 месяцев. То есть, в тени 6 месяцев поломки в этой части не произойдет. Аналогичная гарантия, но более продолжительная, она распространяется на кузовные работы и на работы, связанные с лакокрасочным материалом. То есть, там продолжено 12 месяцев, в течение которого страховая компания гарантирует. В случае некачественного ремонта или затягивания его сроков, ответственность ложится на плечи страховщиков – полпроцента от суммы за каждый день просрочки. Стоит отметить, те машины, возраст которых не превышает двух лет, страховая компания обязана ремонтировать у официальных дилеров. Если такой станции в списке партнеров нет, а на другую мастерскую автовладелец не согласится, то в таком случае возможна денежная выплата. Также наличные можно получить и в случаях невозможности восстановления автомобиля, гибели человека, если стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей, а также если владелец, чья машина пострадала, инвалид. По оценке специалистов, положительный эффект от нововведения ожидается в течение одного года. Если на страховщика поступит много жала, Банк России имеет право запретить страховой компании возмещение натурой и обяжет рассчитываться с потерпевшими по старой схеме деньгами. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok